Встреча проходила в кабинете мэра. Общаясь с литератором, Анатолий Пахомов отметил большие заслуги Светланы Шипуновой в развитии курорта. Один из главных трудов автора – 400-страничная книга «Олимпийское наследие Сочи». Её подарили участникам и гостям 22-х зимних игр. Эта книга разошлась буквально по всей России. Я думаю, что эта книга помогает понять для тех, кто её видит, масштабы этого строительства. И, надо сказать, мы смогли выверни, смогли внести именно то, что новое построено. Это Сусальная зона, это Сталый Сочи. Это главы курорта. Мы дарим только такие подарки самым дорогим нашим гостям. Читатели старшего поколения хорошо помнят яркие статьи Светланы Шипуновой в газетах «Комсомолец Кубани» и «Советская Кубань». В 90-е она становится собственным корреспондентом Советской России по Краснодарскому краю и пишет актуальные и острые материалы о постсоветских реформах на Кубани. В это же время Шипунову избирают народным депутатом Краевого совета и она ведёт активную общественную работу. Последние 20 лет Светлана Шипунова живёт в Сочи. Сочи стал тем городом, который меня привёл в литературную жизнь. Это для меня очень ценно. Мы все патриоты Сочи и я взялась в своё время делать эту книгу только из большой любви к городу. На курорте Шипунова написала несколько десятков книг. Среди них роман о журналистах «Дураки и умники», сборник рассказов «Дети солнца», женский психологический роман «Генеральша» и её куклы, 10 правителей Кубани – от Медунова до Ткачёва.